всем привет сегодня буду вязать такие тапочки слитки для тапочек я использовала пряжу акрил 100 процентный 300 метров на 100 грамм и спицы номер три тапочки начинаем вязать с мыска снизу вверх дальше вяжем две боковины тапочек потом вяжем нижнюю часть тапочек и в конце вяжем подошву и задник тапочек на спицы белой ниткой набрала 12 петель и первый ряд провязываем все петли ряда лицевыми петлями первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями последняя петля кромочная изнаночной петлей второй ряд первая петля кромочная 1 накид и до последней петли вяжем лицевыми петлями на спице левой осталась одна петля 1 накид и последняя петля кромочная изнаночной петлей следующих три ряда с 3 по 5 ряд вяжем все петли лицевыми петлями накиды тоже провязываем лицевыми петлями шестой ряд первая петля кромочная 1 накид и до последней петли вяжем лицевыми петлями на левой спице 1 петля 1 накид и последняя петля кромочная изнаночной петлей провязала шестой ряд следующих 3 ряда с 7 по 9 ряд провязываем лицевыми петлями накиды тоже провязываем лицевыми петлями 10 ряд первая петля кромочная 1 накид и до последней петли вяжем лицевыми петлями на спице осталась одна петля 1 накид и последняя петля кромочная изнаночной петлей следующих 3 ряда с 11 по 13 ряд вяжем лицевыми петлями накиды тоже провязываем лицевыми петлями 14 ряд первая петля кромочная 1 накид и до последней петли вяжем лицевыми петлями на левой спице осталась одна петля 1 накид и последняя петля кромочная изнаночной петлей следующих 3 ряда с 15 по 17 ряд провязываем лицевыми петлями все ряды вяжем лицевыми петлями 18 ряд первая петля кромочная 1 накид и до последней петли вяжем лицевыми петлями на левой спице осталась одна петля 1 накид и последняя петля кромочная изнаночной петлей провязали 18 ряд следующих 3 ряда с 19 по 21 ряд вяжем лицевыми петлями все ряды провязываем лицевыми петлями 22 ряд первая петля кромочная 1 накид и до последней петли вяжем лицевыми петлями на левой спице осталась одна петля 1 накид и последняя петля кромочная изнаночной петлей следующих 3 ряда с 23 по 25 ряд вяжем лицевыми петлями 26 ряд первая петля кромочная 1 накид и до последней петли вяжем лицевыми петлями на левой спице осталась одна петля 1 накид и последняя петля кромочная изнаночной петлей следующих 3 ряда с 27 по 29 ряд все ряды провязываем лицевыми петлями провязала 29 рядов нижней части мыска верхнюю часть мыска будем вязать двухцветным узором на спице у меня 26 петель больше петли прибавлять не будем крепим розовую нитку и следующих 2 ряда с 30 по 31 ряд вяжем розовой ниткой вяжем 30 ряд 1 петля кромочная дальше вяжем раппорт узора 1 петля лицевая одну петлю снимаем не провязанной нить за работой провязали раппорт и снова повторяем 1 петля лицевая одну петлю снимаем не провязанной нить за работой провязали второй раз раппорт и по такой схеме продолжаем вязать до конца ряда лицевая одну снимаем не провязанной лицевая одну снимаем не провязанной 31 ряд первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт одну петлю снимаем не провязанной нить перед работой 1 петля лицевая провязали раппорт и снова одну петлю снимаем не провязанной нить перед работой 1 петля лицевая провязали второй раз раппорт и по такой схеме продолжаем вязать до конца ряда следующих два ряда 32 и 33 ряд вяжем белой ниткой вяжем тридцать второй ряд первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт одну петлю снимаем не провязанной нить за работой 1 петля лицевая провязали раппорт и снова повторяем одну петлю снимаем не провязанной нить за работой 1 петля лицевая провязали второй раз раппорте по такой схеме продолжаем вязать до конца ряда 1 петлю снимаем 1 лицевая одну снимаем 1 лицевая 33 ряд первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт 1 петля лицевая одну петлю снимаем непровязанной нить перед работой провязали раппорт и снова повторяем 1 петля лицевая одну петлю снимаем не провязанной нить перед работой провязали второй раз раппорт и по такой схеме продолжаем вязать до конца ряда провязала 4 ряда узора следующие 32 ряда буду вязать так как вязала предыдущих 4 ряда повторяя схему с 30 по 33 ряд так вяжем еще 32 ряда провязала еще 32 ряда мыска вместе у меня провязано 65 рядов мысок готов дальше будем вязать боковины боковины будем вязать таким узором как вязали верхнюю часть мыска на первых 12 петель вяжем первую боковину вяжем первый ряд боковины первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт узора 1 петля лицевая одну петлю снимаем не провязанной нить за работой провязали раппорт и снова повторяем 1 лицевая одну петлю снимаем не провязанной нить за работой и снова 1 лицевая одну снимаем не провязанной нить за работой и снова 1 петля лицевая одну снимаем не провязанной нить за работой и еще раз 1 петля лицевая и 1 петлю снимаем непровязанной нить за работой и следующая петля 12 изнаночная петля и кромочная провязали первые 12 петель, на этих петлях будем вязать первую боковину оставшиеся на левой спице 14 петель пока откладываем на дополнительную спицу второй ряд боковины первая петля кромочная и дальше ряд вяжем раппорт 1 петлю снимаем непровязанной нить перед работой, 1 лицевая провязала раппорт и снова повторяем 1 петлю снимаем непровязанной, 1 петля лицевая провязали второй раз раппорт и по такой схеме продолжаем вязать до конца ряда последняя петля кромочная изнаночной петлей провязала второй ряд боковины третий и четвертый ряд вяжем белой ниткой вяжем третий ряд первая петля кромочная, дальше вяжем раппорт 1 петлю снимаем непровязанной, 1 петля лицевая провязали раппорт и снова повторяем 1 петлю снимаем непровязанной, 1 лицевая 1 петлю снимаем непровязанной, 1 лицевая, 1 снимаем 1 лицевая, 1 снимаем 1 лицевая и последняя петля кромочная изнаночной петлей провязали третий ряд первой боковины, разворачиваем и вяжем четвертый ряд первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт 1 петля лицевая, 1 снимаем непровязанной нить перед работой провязали раппорт и повторяем снова 1 петля лицевая, 1 петлю снимаем непровязанной нить перед работой и снова лицевая, 1 снимаем непровязанной лицевая, 1 снимаем непровязанной лицевая, 1 снимаем непровязанной и последняя петля кромочная изнаночной петлей провязали 4 ряда первой боковины так еще вяжем 50 рядов повторяя схему из первого по четвертый ряд провязала еще 50 рядов первой боковины вот такая боковина у меня получилась вместе у меня провязано 54 ряда закрываем все 12 петель закрыла все петли первой боковины возвращаемся к петлям на дополнительной спице у нас 14 петель крепим розовую нитку закрываем первые две петли закрыла первые две петли на дополнительной спице у нас осталось 12 петель и на этих 12 петлях также как вязали первую боковину вяжем вторую боковину вяжем первый ряд второй боковины первая петля кромочная дальше вяжем 1 петля лицевая одну петлю снимаем не провязанной нить за работой и снова 1 лицевая одну петлю снимаем не провязанной лицевая снимаем не провязанной лицевая снимаем не провязанной лицевая снимаем не провязанной и последняя петля кромочная изнаночной петлей провязали первый ряд 2 боковины второй ряд первая петля кромочная и дальше вяжем раппорт одну петлю снимаем не провязанной нить перед работой 1 петля лицевая провязали рапорты снова снимаем лицевая снимаем лицевая и последняя петля кромочная изнаночной петлей провязали 2 ряд боковины второй третий ряд крепим белую нитку вяжем третий ряд 2 боковины первая петля кромочная и дальше вяжем рапорт одну петлю снимаем не провязанной нить за работой 1 петля лицевая провязали раппорт и снова повторяем одну петлю снимаем не провязанной нить за работой 1 лицевая и так продолжаем до конца ряда одну снять ну провязать одну снять одну провязать но снимаем одну провязываем и последняя петля кромочная изнаночной петлей провязали третий ряд разворачиваем вяжем четвертый ряд 1 петля кромочная дальше вяжем 1 петля лицевая 1 снимаем не провязанной нить перед работой 1 петля лицевая 1 снимаем лицевая 1 снимаем лицевая 1 снимаем и лицевая 1 снимаем последняя петля кромочной изнаночной петлей провязали 4 ряда боковины и по такой схеме продолжаем вязать еще 50 рядов провязала еще 50 и боковины вместе у меня провязано 54 ряда дальше закрываем петли закрываем петли до последней петли последняя петля будет началом набора петель для нижней части тапочек закрываем петли закрыла петли верхняя часть тапочек готова дальше будем вязать нижнюю часть нижнюю часть тапочек подошву и заднюю будем вязать розовой ниткой платочной вязкой лицевые изнаночные ряды будем провязывать лицевыми петлями для начала нам нужно набрать петли начальная петля у нас уже есть начинаем петли набирать с этого угла вот так по нижнему краю и к этому набираем петли и набрала петли у меня получилось 90 петель и все эти 90 петель провязываем 18 рядов лицевыми петлями вяжем платочной вязкой начинаем на изнаночной стороне вяжем первый ряд первая петля кромочная и до конца ряда вяжем лицевыми петлями так провязываем 18 рядов провязала 18 рядов нижней части тапочек дальше в конце 18 ряда по этому краю набираем петли для задника набрала по краю петли у меня получилось 18 петель дальше все петли на спице провязываем 19 ряд лицевыми петлями вяжем 19 ряд первая петля кромочная и до конца ряда все петли провязываем лицевыми петлями провязала 19 ряд теперь в конце 19 ряда тоже поэтому краю набираем 18 петель набрала и по второму краю 18 петель на спицах у меня 126 петель и дальше вяжем подошву для начала провязываем первые 58 петель первая петля кромочная и 57 петель провязываем лицевыми петлями провязала первые 58 петель дальше на центральных 10 петель будем вязать подошву вяжем первый ряд подошвы 9 петель провязываем лицевыми петлями и следующие 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей разворачиваем и вяжем второй ряд первая петля кромочная 8 петель лицевых и 2 петли провязываем вместе лицевой петли разворачиваем и вяжем третий ряд первая петля кромочная 8 петель лицевых и 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей разворачиваем и вяжем четвертый ряд первая петля кромочная 8 петель лицевых и 2 петли провязываем вместе лицевой петлей провязала 4 ряда подошвы следующих 70 рядов вяжем так как вязали предыдущих 2 ряда лицевые ряды провязываем кромочная 8 петель лицевых и 2 петли вместе изнаночной изнаночной ряды провязываем кромочная 8 петель лицевых и 2 петли вместе лицевой петлей так вяжем еще 70 рядов, провязала еще 70 рядов, вот такая подошва у меня получается, вместе у меня провязано 74 ряда, дальше вяжем 75 ряд, первая петля кромочная, 7 петель лицевых и следующие 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей, разворачиваем и вяжем 76 ряд, первая петля кромочная, 6 петель лицевых и 3 петли провязываем вместе лицевой петлей, разворачиваем и вяжем 77 ряд, первая петля кромочная, 5 петель лицевых и 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей, разворачиваем и вяжем 78 ряд, первая петля кромочная, 4 петли лицевые и 3 петли провязываем вместе лицевой петлей, разворачиваем и вяжем 79 ряд, первая петля кромочная, 3 петли лицевые и 3 петли провязываем вместе изнаночной петлей, разворачиваем и вяжем 80 ряд, первая петля кромочная, две петли лицевые и 3 петли провязываем вместе лицевой петлей провязала 80 рядов подушево такая подуша у меня получилось дальше вяжем задник на спицах у меня осталось обеих сторон по 18 петель и центральные 4 петли на центральных 4 петлях вяжем задник вяжем первый ряд задника 1 петля кромочная 2 петли лицевые и 2 петли провязываем вместе изнаночной петлей разворачиваем и вяжем второй ряд 1 петля кромочная 2 петли лицевые и 2 петли провязываем вместе лицевой петлей провязала два ряда задника по такой схеме как вязала предыдущих 2 ряда вяжем до тех пор пока на спицах не останется 4 петли провязала вот такой задник у меня получился на спице мне осталось 4 петли дальше закрываем петли дальше обвязываем тапочек по верхнему краю дальше обвязываем до конца и наш тапочек готов и и и и